Добрый вечер, на Щелковском телевидении, диалог о православии. «Ты и си Бог кающихся, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу». Это слова молитвы, которые читает священник во время исповеди. Почему Бог есть Бог кающихся? Сегодня об этом поговорим. Отец именин, добрый вечер. Добрый вечер. Почему Господь не смеющихся, не успешных, не процветающих в этой жизни, а именно кающихся? – Действительно, мы не понимаем, даже люди воцерковленные всегда внутренне имеют такой настрой на счастье, на мир, на радость. И многие даже говорят, ну я вот в церковь хожу и прошу, чтобы все было хорошо, чтобы было здоровье, чтобы была работа, чтобы было счастье и спокойствие в семье, чтобы дети были послушные, не расстраивали родителей. То есть просим здесь счастья, мира, здоровья и прочего. Это в нашем естестве заложено. Почему? Потому что мы сотворены, собственно, для счастья. Господь сотворил Адама и Еву не для адских мучений, а для рая. Но, к сожалению, мы воспользовались своей свободой выбора, своей волей в неправильное направление. И это вызвало такое временное наше несчастье. Почему временное? Потому что можно было бы нас полностью отринуть, как Господь отринул сатану, который тоже по своей волею отверг послушание Богу. И Господь и нас ведь также мог отринуть на вечность. И мы бы в вечности мучились. Но Господь по любви, опять же, не по какому-то наказанию или гневу дал нам смерть, кончину, чтобы мы имели какой-то маленький срок вот этого несчастья, ну, как наказание, как мы ставим ребеночка в угол, ну, не на всю жизнь его в угол ставим, а на какой-то маленький краткий период времени, чтобы он просто осознал, что он неправильно себя ведет. И поэтому, конечно же, мы здесь, в этом мире, ну, как вот тот ребенок в уголке стоящий, да, в наказании находимся. И если почитать Священное Писание, то там это наша планета Земля, наш мир, в котором мы находимся, называется юдалью плачевной, то есть местом плача ни радости, ни веселья, ни каких-то других развлечений, а местом плача. А плачущий человек, он, конечно, в любом случае задается вопросом, да, почему, из-за чего он попал вот в такую ситуацию, когда у него чего-то не хватает, чего-то ему больно, что-то ему сложно. И эти вопросы подталкивают его к нахождению истины и покаянию, потому что через эти вопросы человек видит, что он неправ, что он здесь отступил, здесь неправильно понял или, может быть, даже понял правильно, но поступил все равно иначе, чем Господу это угодно было. И через это мы, покаявшись, уходим из этого мира уже в тот мир счастья, для которого, собственно, мы и созданы. Поэтому здесь, конечно же, мир не для радости и веселья, а для трудов и покаяния. – Ну да, и когда человек, наверное, вот это у себя усвоит, что здесь, в общем-то, не для радости такой вот, да, мирской, то человеку легче воспринимать скорбью, потому что, наверное, у каждого человека есть какие-то свои скорби, да, у кого-то, кто-то потерял близкого, у кого-то сработан над всем, но у каждого есть какие-то свои, вот, да, у кого-то дети там непослушные или болеют. – Конечно же, нет ни одной семьи в этом мире, начиная от последних людей, которые, ну, просто бомжи, да, до каких-то правителей этого мира, ни одного человека, ни одной семьи нету, у которого не было скорбей, страданий и слез. Даже фильм такой всем известный, да, «Богатые тоже плачут». То есть мы обязательно в этом мире сталкиваемся, так или иначе, с какой-то скорбью, теснотой, будь то болезнь, будь то внутренние или внешние страдания, будь то наши близкие, родственники, либо работа, либо еще что-то. В любом случае здесь мы сталкиваемся с тяготами, слабостью человеческого естества, немощью его, и через это скорбями и болезненной ситуацией. Поэтому к этому надо относиться спокойно. Это нужно воспринимать как один из законов жизни этого мира. Мы же не плачем, если идет там снег, или там ураган, или какой-то там буря надвигается. Мы просто к этому относимся с правильной точки зрения. То есть мы должны предостеречься, мы должны спрятаться, или одеться потеплее, или еще что-то сделать. Вот то же самое и здесь. Человек, который понимает, что в этом мире ждут его скорби и тяготы, он к этому готовится и воспринимает их как должное, то есть как человек готовый к этим бедам. А вот тот человек, который обманут или сам себя обманывает и ждет от этого мира только радости, веселья и развлечений, постоянно бежит за этим, да? Да, пытается этого достичь, пытается этого искать, а это невозможно. На короткий миг какой-то, короткий промежуток. Это та самая морковка, которая бес затягивает человека в уныние. Вот он повесил морковку, давай, достигай, достигай вот этой мечты. Да, ты должен жить здесь просто припеваючи, у тебя не должно быть никаких болезней, страданий, скорбей, тягот. Ты должен все это отринуть. Но для этого ты должен нарушить ряд каких-то заповедей божьих. И тогда ты точно этого достигнешь. Да и даже не нарушая, например, человек мечтает квартиру, машину, сына родить. И когда он все это получает... А радости нет. Какой-то промежуток, короткий период есть. Малый промежуток времени, да. А потом все, и как обычно, обыденность. Или не только обыденность, но и тяготы. Но тот же рождение ребенка, да? Во-первых, сами роды – это болезнь, да? Это всегда тяготы. Пока беременность проходит, как тяжело женщинам приходится. Когда рожают, как они кричат. Я ходил в больнице в роддомах, я слышал эти крики. Просто как в застенках гестапо иногда вопли такие раздавались. Женщины, которые не могут разродиться. Это же тоже скорбь и тяготы. Но когда ребенок рождается – радость. Ой, счастье у родителей, счастье у бабушек и дедушек. Но ребеночек родился, первые радости прошли. Он кричит, он кричит. Начинаются трудности, начинаются тяготы, начинаются скорби. То у него там с пищеварением, то у него с зубами, то у него заболел, то у него еще какие-то проблемы. То он уже там три годика, а он ничего не говорит. То еще чего там только не происходит. А сколько случаев потом недопониманий между родителями и детьми? А да, а маленькие детки – маленькие бедки. Потом начинается, оказывается, чем взрослее ребенок, тем тягот-то больше. Думает, вот сейчас он вырастет, я хоть посплю спокойно. Ну ага, спокойно поспит. А он там с какой-то компанией связался. А он там что-то там не то стал делать. А у него там проблемы с учебой. А у него проблемы с... Там столько проблем. Чем взрослее человек становится, тем больше проблем, тем меньше человеку спокойно спать, ну, родителям. И это всю жизнь. Поэтому вот эти маленькие наши встречи с радостью, чего-то такого, ну, творческого, рождающего, сынового, они кратковременные. Их надо ценить, благодарить Бога за них. И совершенно четко понимать, что они временные. А постоянно в этой жизни – это вот тяготы, скорби, немощи. Это как все сказки, да? Мы с детства росли на сказках, и вот все заканчиваются. И вот они жили долго и счастливо там, поженились. И все, и дальше историю молчали. И все, и дальше молчок. А дальше самое интересное начинается. А какой труд, какой труд. Да, вот эти вот в гостях у сказки, да, с тетей Валей, она нам в детстве еще внушила вот эти все моменты, что, ну да, вот там Царевич Иван, там Василий Спремудрый. 30 лет спал на печке еще где-нибудь. Да, потом, значит, все, они встретились, они достигли, так сказать, семейных уз. И все, и дальше молчок. А дальше-то, а конфликты в семье, а проблемы с тещей и свекровью, а проблемы с детьми, а проблемы с внешними или с тем же здоровьем проблем, об этом сказка умалчивает. Поэтому она и сказка. Что она готовит нам такое, как бы, рафинированное все. Но сказка ложда в ней намек, да. Вот эти намеки на проблемы, они и в сказках есть, поэтому мы должны все-таки совершенно четко и ясно понимать, что в этом мире нам обязательно надо быть готовыми к тяготам, трудностям, скорбям. Тогда будет оптимизм. В Евангелии есть заповеди, да, заповеди блаженства, и большая часть там, да, блажены плачущие, ибо они утешатся, да, то есть там блажены нищие, то есть там нету успешных, блажены алчие, а не присытившиеся, да, то есть нам даже дается это. Ну да, это во всем Евангелии, просто красной нитью, что прописано, что мы должны прийти к покаянию, что мы... Само слово блаженные, может, не для всех понятно. Блаженные – это счастливые люди. Счастливы вы, если вы нищие духом, счастливы вы, если вы плачете здесь. Удивительно, да, парадокс. Как это я могу быть счастлив, если я здесь рыдаю и плачу? Счастливы, если вас гонят, счастливы, если вы голодные там и холодные там, да, как это алчущие и жаждущие. Взять всех святых, те же новомучники, все претерпели скорби. И мы берем опять с самого начала. Матерь Божия всю свою жизнь в скорбях жила. Начиная с момента, когда она родила ребенка Господа Иисуса Христа, и тут же пришла весть, что его ведь убить хотят. Надо убегать уже. Да даже и когда рождение само происходило, не приняли же их в городе, а хлев. Да, и опять теснота. Опять, то есть, они пришли в Вифлеем с пешком, беременные, Матерь Божия пришла в Вифлеем, а гостиницы все заполнены, а жить негде. И Иосиф едва нашел пещеру свободную, а это была зима. Мы-то видим на картинках все такое красочное, красивое, но если представить, что там животные были, то есть вот... Это был хлев. Да. Это был, так сказать, загон для скота, для ночного переждания каких-то вот неприятных, так сказать, ну, и от волков спрятаться, и от непогоды спрятаться, для пастухов. И, собственно, в этой пещере... Сам Господь. Сам Господь родился. То есть, обогревали его своим дыханием. Это же зима была. То есть, там не было системы отопления, там не было какой-то там, ну, гостиничных, так сказать, сервисов. Обогревали просто животные, ослики, там, овечки, а лежал он в сене, в хлеву, в сене, родился, и его положили вот в сене. Это что? Господь. Царь и Творец всей Вселенной. Матерь Божья, которая рождела Господа. И она претерпевала все эти тяготы. А потом известие, что их ищут убить. Надо бежать. И тогда ведь не было поездов самолетов. Пешком из Вифлеема они бежали в Египет. Какой страх испытывали. А бежали-то по пустыне, а там раньше и львы водились, и разбойники были, и чего там только не было. И, опять же, пустыня, пешком в жаре, вот их без воды, без продовольствия. Как это? Представьте. И эта Матерь Божья вот сразу же, как только родился Богомладенец. Наверняка до них тоже доходило само, да, вот это, что люди страдают. Там же были убиенных, сколько младенцев. До них, наверное, тоже эта трагедия доходила. Я думаю, естественно, они об этом узнали уже по истечении какого-то времени, потому что там не было радио, там, телевидение, да. Но все равно слухами распространялось известие, и когда они ушли в Египет, на том месте, где родился Господь, убили 14 тысяч младенцев. Ничем не повинных, ничего не знающих, ничего не ведающих, ничего плохого не сделавших. Царь Ирод просто из-за зависти и страха за свою власть, за свой трон, он узнал от волхвов, что родился царь. Надо его убить. С земной точки зрения для нас это огромнейшее горе. Представляете, да сколько детей убитых, все плачут, плачь в раме слышен. Но у Господа они все 14 тысяч младенцев святые. Они, да. То есть они за Господа пострадали. Они ангелы стали, да. Земная наша точка зрения, она абсолютно... Вот с точки зрения логики вечной, то представляете, они здесь не испытали никаких тягот многолетних мучений, болезнями, страданиями, голодом, гонениями и прочим. Они вот родились, прожили там месяц-два, ну кто-то год, кто-то два прожил в этом мире. И тут же ушли, причем их убивали-то мечом и без всяких мучений просто разрубали мечом и все. То есть это мгновенная смерть. Без мучений такая, вот как мы можем мучиться, человек годами лежит и мучается от раковой опухоли, ему колет еще обезболивающее, и он страдает и кричит от боли, да. Они сразу же перешли в Царство Небесное. Вот это с точки зрения человеческой – это горе, с точки зрения небесной – это счастье. Это вопрос, часто люди просто сдаются, почему дети страдают. Вот мы же не знаем все картины. Абсолютно да. Мы, к сожалению, очень мелочно смотрим на нашу жизнь. Мы настолько масштабов нашего бытия не понимаем, а Господь ведь масштабы нам задал сразу же. Он сказал, что одна душа человеческая дороже всего мира. Одна человеческая душа. А сколько душ, представляете, сейчас миллиардов, сколько людей. И каждая из них дорога пред Богом. И Господь за каждую из них печется и старается, чтобы она спаслась. Поэтому, конечно же, мы думаем вот из своих узких таких интересов, вот мне сейчас бы, как говорят, своя рубашка ближе, вот сейчас бы мне и это, и это, вот здесь бы вот это, то. А с точки зрения вечности кто-нибудь смотрит на свою жизнь? Я сомневаюсь. Ну, только если верующий человек, конечно. Да и то в скорбях очень тяжело. И то в уныние впадают и задают вопросы, в том числе мне, как священнику, ропщут. Ну, почему? Я же хожу, молюсь, я вот там причащаюсь, я там молюсь за своих родственников, почему Господь им попускает то-то, то-то, почему умер этот, почему этот. Или там сейчас в связи с пандемией, с этой коронавирусной, много умирает людей, очень быстро уходит из этого мира, в том числе и священники умирают. И вопрос задают, а почему, как же он вот там, ему 54 года, да, вот недавно был на приходе, где священник умер, 54 года от коронавируса. Ну, как же Господь забыл, он же такой хороший, он там пять храмов восстановил, мы к нему все ходили, исповедались, причащались, мы все его так любили, как же мы теперь без него будем. То есть опять вот эти вот личностные такие интересы, мелочные, маленькие, которые в этих вопросах, они явно просматриваются, они показывают, насколько человек не видит вечности, не видит вот этой перспективы. И если Господь увидел, что этот священник, например, на этом примере, да, этот пример возьмем, этот священник, он исполнил все, и дальше его душа уже все поставленные задачи перед ним завершила. Он его, естественно, забирает из этого мира, чтобы он не испортился, чтобы он не ослабел, чтобы он не заболел духовной какой-то болезнью, потому что, ну, ведь человек всегда в своих трудах, он старается, стремится и достигает какого-то пика, возможного пика в его жизни по его потенциалу, по его возможностям. И дальше очень трудно держаться этого пика, дальше человек начнет, может начать скатываться, поэтому Господь на этом пике, его и забирает. Это, конечно, такая, да, притча, когда матери, умер сын, да, у матери, и она начала просить, Господи, ну, там, воскреси, ну, вот, почему же вот умирает? Он говорит, если я сейчас, хочешь, я тебе покажу всю его дальнейшую жизнь, да, то есть он ходил там в храм, молился, и потом жизнь дальнейшая, вот если он воскреснет, вот, как она дольше сложится, то есть он там начнет и гулять, и мать начнет бить. Да. Да, и она в итоге согласилась, пусть вот лучше, вот сейчас идет Царство Небесное. Конечно, и таких детей очень много, спасшихся именно по молитвам своих родителей, рано ушедших из этого мира, но они ушли из этого мира, чтобы попасть в Царство Небесное. А если бы они здесь остались, они попали бы в ад. Вот что страшно. И Господь по любви к ним, не по какой-то там гневу, там, или там, желание наказать родителей, нет, по любви к этим детям, он их забирает, чтобы они здесь не испортились, в дальнейшем не стали разбойниками, там, или блудниками, или винопийцами. То есть это все Божьим промыслом взвешивается, рассматривается, не с точки зрения нашей сиюминутной радости, а с точки зрения вечности. И вот это надо не забывать. И с этой точки зрения, конечно же, все наши тяготы и скорби, ну вот еще один такой аналогии приведу, один пример. Вот наши дети, которые ходят в школу, как им все это не нравится, как это все тяжело, они все время ропщут, да я лучше посплю, да я лучше погуляю, я лучше поиграю, зачем мне все это нужно, математика, физика, да какое-то все это никому не нужно. А потом, когда они вырастают, им становится там 30 лет, они говорят, как хорошо, что вы меня заставляли это все-таки учить, чтобы мы хоть чего-то знали. А так, кем бы я бы сейчас стал, если бы я учил. Это часто так, с музыкальной школой люди благодарят, когда они не хотят учиться, заставляют, как хорошо. Да с любым, с любым учением, ну я говорю, конечно, о учениях полезных, да, всегда это повышает потенциал человека. И понять это человек сможет только позже. Не в этот момент, когда ему надо вот это все перебарывать, свою лень, свою немощь, да лучше погулять, поиграть, да отстаньте от меня с этой скрипочкой или с этой математикой, или с этими там задачками по физике, отстаньте от меня, дайте мне пожить, да, он не понимает вот в этот момент, что через 10-15 лет все это ему понадобится. А если он сейчас это не приобретет, потом уже не приобретется это само по себе. Поэтому здесь вот с этой аналогией мы можем точно так же сравнить и нашу вечность. Мы-то не знаем, что там в вечности нам нужно. А Господь знает, и Он нам распределяет в течение всей нашей жизни. Вот сейчас ты и это должен приобрести, вот сейчас и это должен, и это должен. То есть эти уроки, знаете, как в школе там 10 лет человек учится, и вот уроки там распределены. Вот тебе математика, литература, рисование, музыка и прочее. А когда школа заканчивается, наша школа вечности не заканчивается. Она заканчивается при смерти человека. Когда человек уходит из этого мира, тогда заканчивается его школа вечности. И эти уроки, только уже не физики, рисования там или математики, а уроки жизни духовной, они продолжаются в течение всей нашей жизни. Мы-то думаем, все, можно расслабиться, теперь вот я заживу, закончил учебу там в школе или в институте, а теперь вот начинается самый мой хороший период, когда не надо напрягаться. Да нет, придется и дальше напрягаться. И это, естественно, для этого мира. Вот это надо понять, что это вполне естественно, необходимо и так и должно быть. Если мы к этому относимся с оптимизмом, то мы не ропщим и не унываем. Мы просто это несем. Посмотрите на наших предков, как они жили, как мы сейчас живем. У них не было горячей и холодной воды в квартире, у них не было туалетов, у них не было ванны там или еще чего-то. Они все это там за водой на колодец, за туалетом на улицу и прочее. И как святые отцы говорят, да, что мы в конце жизни будем благодарить Господа именно за те моменты, которые для нас были самые тяжелые. Конечно же. И многие так и говорили, что я ближе всего был к Богу в моменты вот этих тягот. Пока у нас человек в горе, он не осознает этого. А потом, спустя время, именно... Не всякие, но некоторые осознают, да. И те, которые вот там прошли концлагеря, гонения, мучения, они говорили, что все было плохо, все было тяжело, но на той радости, которую испытывала душа в общении с Богом, в момент этих тягот, я больше никогда не испытывал. То есть той молитвы, которая была там. Молитвенной, благодатного состояния души. То есть Господь, ведь Он же не оставляет нас во время тягот. Он нас укрепляет своей особой благодатью, посылаемой именно в эти тяготные моменты. И несет на руках. И носит на руках, и укрепляет, и посылает какие-то внутренние, духовные элементы радости, о которых человек, ну, так сказать, мирской, он даже не подозревает, что это есть. Человек, который... Ну, вот представьте, если какому-нибудь эскимосу сказать, а вот ты когда-нибудь ел апельсин или авокадо? Он говорит, я не знаю, что это такое. Как ему объяснить вкус авокадо или апельсина? Были такие случаи, когда привозили эскимосам впервые, когда тут туда на вертолетах прилетали, они как мячиками кидались этими апельсинами, не знали, что их надо есть. Они просто как игрушки их воспринимали. И только когда попробовали, они понимали вкус того или иного фрукта, того или иного продукта. И здесь то же самое. Человек, который никогда не ощущал духовной радости, он не поймет, сколько бы ему ни объясняли. Это только нужно испытать. Вот этот вкус ощутить можно только, если ты не ропщишь с верой, относишься ко всему, и тогда Господь тебе пошлет особую радость, которая перекроет все тяготы жизни. Сейчас мы с вами продолжим. Примем звоночек. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Алло. Да, да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, да, добрый вечер. Да, 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 слушаю я вас. Вот, батюшка. Слушаю, да, добрый вечер. Вот, скажите, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, к лихе святых, к лихе святых, боярную Морозову, почему не отнесли ее? Она же свою жизнь посвятила богослужению, вере православной и умерла, ну, в крайне плохих условиях. Я хотел бы узнать, почему не отнесли ее и не относят к лихе святых? Ну, насколько я понимаю, спасибо за вопрос, насколько я понимаю ситуацию, я, конечно же, не являюсь членом комиссии по канонизации, а там есть ряд определенных требований к тому, чтобы того или иного человека причислить к лику святых. Эти требования вполне конкретны, чтобы человек страдал не из-за своих убеждений, а ради Христа страдал. Чтобы человек оставался в лоне церкви, а не шел на раскол с церковью, чтобы человек, если он страдает, то он безропотно это нес и никого не осуждал. То есть там, кроме того, он еще и чудотворцем может быть, он еще и может исцелять, и мощи потом исцеления приносит. То есть там ряд требований для канонизации того или иного праведника. И эти требования не исполнены, вот в случае с Бояриной Морозовой, но, насколько я вспоминаю историю так вот навскидку, то она в раскол вошла, из-за старобрядческого такого вот раскола, она от церкви православной откололась, и, собственно, за это и понесла наказание, за то, что она пошла против русской православной церкви, веруя в старобрядческое, так сказать, направление свое. И на тот момент, я так понимаю, у нее было и осуждение, и раздражение, по крайней мере, вот та картина, где Боярина Морозова ярко представлена, да, мы видим, что лицо от ее такое гневное, да, вот она два перста держит, и с гневом как-то вот так с осуждением показывает, что вот только так, а не иначе. То есть мы понимаем, что здесь ни смирения, ни каких-либо других признаков святости значит, не было обнаружено в Боярине Морозовой, соответственно, и не причислили к лику святых. Но на самом деле много таких спорных фигур, которые могли бы быть причислены. Некоторые говорят, а почему вот Суворова не причислили к лику святых, он тоже был очень верующий человек, да, Александр Васильевич, и прочих людей множество, которые уже пред Богом сами по себе так или иначе дадут ответ, и сам Господь им либо причислит их к лику святых, или не причислит. Ведь мы здесь, ну, не знаю, какую там сотую, тысячную часть только святых знаем. Множество святых осталось в тайне, и не то, что они у нас официально причислены, мы даже именных не знаем. Вот такой прямой картиной, пример такой, это святая гора Афон. Часто люди, я сам это испытал, когда там был, идущие по горе Афон, по тропинкам, там очень гористая местность, проходишь около какого-то места, благухание раздается. Чуть-чуть, два-три метра отходишь, оно исчезает. Возвращаешься, оно опять в благухание. То есть именно локализованное конкретное место, где почему-то благухание прямо отладан миром. Вот удивительно. Я, естественно, спросил у провожатых, там, монах, стоящих, кто со той горы Афон, уже, ну, так сказать, там выросли и знают все это. Почему? Вот здесь пахнет, здесь не пахнет? Они говорят, ну, здесь, наверняка, где-то захоронен, под спудом лежит тело того или иного святого монаша, стоящего брата, который мы даже и не знаем, кто он, откуда, чего, но сам Господь его прославляет, и вот этот благоухание, исходящее от его мощей, мы слышим, но мы их не ищем, мы его знаем, значит, вот здесь подвязался какой-то святой, и все. И таких сотни, если не тысячи людей, а сколько мучеников, которых мы не знаем, даже в 17-м году сколько пострадало людей именно за церковь, за Христа, когда приставляли пистолет к голове, спрашивали верующий, верующий раз, нажимали спусковой крючок. Это же тоже мученики, а они вот до сих пор не причислены к лик святых. Что, так сказать, далеко ходить? У нас, наш монастырь, мы сколько ни пытались поднять архивы ФСБ, потому что наши братья, которые во время этих всех гонений на церковь пребывали в монастыре, и которых вывезли в неизвестном направлении, настоятеля, отца Петра и прочих, там, ксенофонт и прочих пострадавших, мы до сих пор не можем взять эти архивные данные, чтобы их причислить к лику святых. Нам говорят, мы даем эти архивные данные только родственникам. Какие родственники у монахов? У них ни детей, ни внуков, никого нет. Это было сто лет назад. Как мы можем затребовать эти сведения, если мы им не родственники? То есть нам не дают, и мы не можем их причислить. Но это не значит, что они не причислены к лику святых самим Господом, потому что они пострадали, потому что они были умучены или в концлагерях, или расстреляны, или еще какими-либо страданиями свою веру показали. Вот можно так ответить. Да, благодарим за вопрос. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте их. Мы с вами вернемся к нашим букающихся. В Евангелии нигде не видим мы, чтобы Господь смеялся. Смеялся ли Он? Действительно, не из священного Писания, не из священного предания. Мы нигде ни одного случая не знаем. Никто нам не говорил, ни апостола, ни в дальнейшем святые угодники, ученики апостолов, ни само Евангелие нигде не повествует о том, чтобы Господь смеялся. Повествует, что Он плакал, повествует, что Он удивлялся, повествует, что Он где-то даже возмущался той или иной ситуации, но чтобы смеялся не было нигде никогда. И мы это вполне естественно должны соотносить и со своей жизнью. То есть, если Господь не смеялся, то уж и нам точно не надо хохотать и гоготать совершенно бессмысленно. То есть, мы должны все-таки понимать, что этот мир, сам Господь показал, как мы должны к нему относиться, этот мир, не для смеха, а для серьезного отношения к нему, для вдумчивого, осмысленного, несущего уроки жительства в этом мире. Но не для того, чтобы его осмеять, похохотать и повеселиться. Это неправильно. Чему Господь удивлялся? Ну, Господь не только удивлялся, он и плакал. Плакал он о наших грехах и о нашем неверии. И удивлялся он точно так же. Когда, ну, есть такой момент в Евангелии, когда он в Назарете, где он с детства жил, он пришел в Назарет, совершив множество чудес в других городах. Зашел в Назарет и, как в Евангелии написано, и не мог сотворить ничего, только некоторых исцелил и удивлялся неверию их. Потому что народ говорил, так это не тот сын плотника Иосифа, и вот тут Мария, и сестры, мы их всех знаем, но как он может что-то делать? И поэтому неверию Господь даже не мог сотворить им чудес исцелений и прочих помощи оказать, потому что они не веровали. Удивлялся Господь неверию человеческому. А в другом месте Евангелия мы читаем, что не израильтянин, а сотник римского войска, у него слуга заболел и уже был при смерти, и он послал за Господом, попросил, чтобы он пришел и исцелил. Но когда Господь уже шел к нему в дом, он послал также слугу, сказал, что Господи, я не достоин по своим грехам, чтобы ты пришел ко мне в дом, или чтобы я тебя встретил, настолько я грешен перед тобой. Ты просто скажи слово, и мой слуга будет жив и выздоровеет. И этому тоже Господь удивился. Он говорит, такой веры я не встречал даже среди народа израильского. Вот это вера совершенно твердая. Совершенно да, не из народа израильского, не тот, который был воспитан в вере из поколения в поколение передававшийся, а просто приехавший из другой страны. То есть он римский сотник был, офицер римского войска. И тем не менее в нем вера была такая, что он сказал, я воин, я говорю воину, приди, он приходит. Говорю, иди, он уходит. Так и ты, повели слуге, и он выздоровеет. Вот этой простоте веры Господь тоже был удивлен. Потому что такой веры, говорит, я даже народе израильском не нашел. А если бы те времена, которые были 2000 лет назад, наступили бы сейчас, и вот Господь пришел бы сейчас в мир, чему бы он удивился? Я думаю, он бы удивился падению нашей веры. Потому что, опять же, опираясь на евангельский текст, мы читаем, что, когда приду в конце времен, найду ли веру в людях? То есть Господь говорит, что вера будет иссякать вроде человеческом по мере удаления его от его первого пришествия. Вот распятие и воскресение Христово, чем дальше, чем больше поколений будет уходить человечество от этих времен, вот уже 2000 лет прошло с этого момента, тем меньше будет веры вроде человеческом. Я думаю, сейчас бы он пришел и удивился разгулу страстей и неверию человеков. Потому что Господь уже все открыл, и научные данные, и археологические, и исторические, и каких только наук не говорит о Боге, и астрономические, и математические. Все ученые, которые искренне ученые, которые действительно открывают законы бытия, сотворенные миром, они все верующие, они все говорят, ну да, без Бога это невозможно. Ни законы математики невозможные, ведь их кто-то должен был сотворить, это мы их открыли, но кто-то их сделал. Ни законы физики, мы их только открывали, а их кто-то сделал, воплотил в жизни Вселенной. Ни законы каких-то других материй, или исторические факты, или археологические находки, все говорит, ну а плащаница туринская, ну как как можно не верить, если на нем запечатлено тело и лик Христов, причем со всеми ранами, со всеми побоями, со всеми нанесенными ему и тростью, и плетьми, все раны и копьем, и гвоздями, все есть, даже кровь есть спасителя на плащанице, и все равно не верят. Ну как тут можно этому не удивиться. Поэтому, конечно же, я думаю, Господь удивился бы иссякшей вере рода человеческого, хотя Господь, конечно, он все знает, все ведает, и все, что в этом мире происходит, ему известно, но только и, собственно, ему подвластно, то есть он управляет всем, кроме выбора человеческого, кроме его воли. Человек воля свободная, поэтому Господь не здесь он не волен над нашей волей повелевать. Он это дает нам в наше свободное разумение, и как мы хотим, так мы и поступаем. Он лишь управляет теми тварями и творениями, которые не имеют словесной природы. То есть это животные, это растения, это неживотные, то есть неживой мир, материальный мир, и там все по законам. Все, что касается словесного естества, человеческого, ангельского естества, здесь все в наших руках, в нашей воле, и здесь Господь может удивляться, потому что здесь мы сами выбираем, куда нам двигаться. святитель Игнатий Бринчанинов говорит, земля полна милости Божией, но она будет дана только тем, кто осознает свою греховность и падает ниц пред его милостью. Вот перейдем к этой части, как нам получить эти милости, покаяние, что это такое? Ну да, можно еще по-другому перефразировать, Господь гордым противится, смиренным посылает свою благодать, помогает смиренным, и, соответственно, милости Божьи, они распространяются именно на смиренных людей, а для гордых это закрыто, то есть они не могут воспользоваться милостью Божьей, не потому, что Господь их не любит, а потому, что они сами закрывают свое сердце, свою жизнь, свое разумение от Бога, дверь закрывают своей души от Господа через свою гордыню. Борются с Богом. Фактически, да, даже такая фраза есть в Священном Писании, Господь говорит, стою перед дверью и стучу, может быть, отворят, может быть, кто-то услышит мой стук и отворит, то есть Господь фактически изгнан из нашей жизни нашей воли, нашим неверием и нашей гордыней, ведь, посмотрите, как мы рассуждаем, если что-то у нас хорошо получилось, мы это кому приписываем? Ну, конечно же, себе любимому, но да, я такой умный, я такой волевой, я так все продумал хорошо, я так связал все там связи, там вот, и пообщался с этим, и там проплатил тому, и там, значит, что-то нашел здесь, и научился этому, и все, видите, как хорошо получилось. Причем тут мы? Если бы Господь не дал этой дорожке, то мы бы ничего бы не увидели, ничего бы не проплатили, ничего бы ни с кем не договорились бы. На одном из этих полустаночков, из этих шагов, Господь сказал бы тому человеку, а ты не исполняй его просьбу, и все рассыпалось бы, вся наша красивая, так сказать, постановка ничего бы не достигла. То есть, а мы-то это себе приписываем, мы все их перебороли, да нет, нам Господь это дал на блюдечке, а мы бороли только себя, чтобы не лентяничать, а все-таки это делать. То есть, от нас зависит только что, чтобы мы заставляли себя, перебороли свою лень и немощь, и все-таки двигались, все-таки, ну, хотели чего-то достичь, и чего-то достигали. Таким Господь помогает. Но если мы начинаем гордиться, то мы можем утрудиться, просто убиться там в чем-то, и ничего не получится. Почему? Потому что Господь не хочет нашей погибели в гордыне, чтобы мы не превратились в бесов, в сатану, не пошли по этому пути, приписывая себе все. Поэтому у праведников, смотрите, как все складывается. Одно к одному. Говорят, все как по маслу идет у них. Почему же так вот все? А вот я вот все через пень-колоду почему-то. Здесь затыки, здесь падение, здесь что-то не складывается, не получается. Сколько не молюсь, некоторые говорят, ничего не получается. Да потому и не получается, что ты молишься и себе же приписываешь. То есть тебе по молитве дал Господь, ты говоришь, о, у меня получилось, это потому что я такой. Как только буковочка «Я» появляется, Господь начинает отнимать. Не должно быть у нас вот этого яконья и гордыни, не должно быть. тогда все Господь будет давать нам по своему милосердию и мы достигнем той милости Божией, которая вокруг нас разлита. Было бы только наше желание и отсутствие гордости в нас. И тогда все будет получаться. И даже может не Господь отнимает, а мы сами не можем удержать. Вместить в себя не можем, потому что это с божественной силой никак у нас не доманирует. Ну, к сожалению, такое естество мы от рождения пронизаны вот этими греховными страстями. То есть семя тли во мне есть. Царь Давид еще об этом писал 3000 лет назад. И это ничего не изменилось. И в нас семя тли есть. И при любом удобном сложении обстоятельств это семя тли зацветает нас бурным светом и приводит таким колючком к таким проблемам, что лучше бы ничего не получалось бы у нас. Лишь бы вот этого не было расцвета этих всех бурьянов в нашей душе. Поэтому Господь держит нас так сказать в строгости, но не дает погибнуть. Вот множество народов уже исчезло с театра так сказать мирового. были татар-монголы, которым повиновалось полмира, можно сказать, повиновалось. Вся Азия и часть Европы. Кто, где, чего, ничего не осталось от них. Был французский Наполеон с французами, который тоже захватил всю Европу. Что такое французы? Одна из небольших стран европейских. шведов, как мы мучились, битва под Полтавой, еще боялась вся Европа шведов. Что такое Швеция? Да сейчас ее кто-то особо и не знает, где она даже находится. И так далее. Это все можно рассматривать. Часть народов вообще исчезла. Часть сохранилась, но в каком-то уменьшенном варианте. А Россия, как была, так остается. То есть, она страдает, она мучается. У нас две трети нашей страны времени существования нашей страны, мы в две трети времени пребываем в каких-то войнах, каких-то нападениях на нас. Мы защищаемся, отстаиваем. То есть, мы должны исчезнуть уже стократно. А мы как были, так и есть. То у нас внутреннее нестроение, то внешнее нападение, то какие-то катаклизмы, то чума, то холера, то голод, то в августе, там в июле снег выпал, да, после Ивана Грозного, да, что, но, а мы выживали и выживаем. И сейчас, коронавирус, почему же, почему же мы живем еще? А вот здесь ответ Иоанна Кронштадтского очень хороший. Русь святая, храни веру православную, в ней твое утверждение. То есть, пока мы сохраняем, вот как сосуд, то есть, если смотреть наше государство, это стеночки, ну, это войска, это вот народ, это сосуд, который хранит веру. Как только этот сосуд опустеет, он разобьется, он исчезнет, он станет ненужным. Поэтому пока наше государство сохраняет веру, и в этом, собственно, цель нашей государственности всегда была, есть и будет, чтобы мы хранили веру православную и ради этого жили, не ради там, Канара или там, каких-то там других радостей и увеселений, совсем не ради этого, а ради того, чтобы мы сохраняли православие, мировоззрение это православное, любовь христианскую между собой и передавали с поколения в поколение. Вот для этого Господь нас сохранит. И пока мы сохраняем это, наше государство через какие-то сложнейшие события, да, через смутные времена, сколько их у нас уже было и сейчас не совсем все, так сказать, ясно и понятно, да, в государстве. Но все равно мы это все проходили и выживали и проносили веру православную далее. И по пророчествам это будет до скончания века. А в чем заключается сохранять веру, да, передать ее потомкам? Ну, что значит, вот там, сынок, ты русский, там, вот православие. Что нужно делать, какие шаги? Ну, в любом случае, конечно же, нужна любовь к родине. Ты русский, это не в смысле национализма, а в смысле любви к Руси святой. Ты русский, значит, ты... Великой Отечественной все были русские. ты должен к святости русской, Руси святой, стремиться ее сохранять. Ты не должен быть, как там французы, американцы, у них свои какие-то идеи жизненные, да, американская мечта это побольше, так сказать, мамону набить. У французов там свои какие-то мечты. А у нас другое совсем, цель жизни другая. И если вот это мы из поколения в поколение передаем, от отца к сыну и дальше, то тогда мы передаем и веру, потому что святость это и есть вера. То есть мы стараемся сохранить что? Чистоту жизни, чистоту идеалов, чистоту нравственных взаимоотношений. Что входит в идеалы? Идеалы то, о чем мы говорим, что есть царство небесное, это тот идеал, к которому мы стремимся. Есть этот мир, где мы пребываем временно. То есть такая парадигма, вот идеалы, ну как есть аксиомы в математике там, или законы физики. Вот их надо просто совершенно четко понимать. Хотя многие пытаются это уничтожить в нашей голове, чтобы не было этих идеалов, чтобы не знали где вверх, где низ, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это нужно содержать. Поэтому без идеалов, к которым мы должны стремиться, невозможно достичь цели. Знаете, как есть во время бури маячок, и на этот маяк корабль плывет, он знает, куда ему двигаться. Если маяка не будет, куда ему двигаться? Ну а маяк сам Господь нам сказал, что надо веровать в Господа Иисуса Христа и веровать в Евангелие. Ищите Царствие Небесное, остальное все приложится. Вот маяк. Все просто. Веруйте в Господа, в меня веруйте. Я есть истина и путь и жизнь. Это опять слова Господа. То есть вот он маяк. И этот маяк, он в Евангелии очень четко и ясно нам дан. И мы на этот маяк, на эти идеалы должны двигаться и своим детям это передавать. Если без этого они запутаются, они в этом море страстей бушующих, они потеряют направление и сгинут просто. Но для того, чтобы что-то передавать, нужно самим что-то знать. Соответственно, нужно изучать Евангелие. Ну конечно же, конечно же. Если мы, мало того, что мы должны говорить правильные вещи, мы должны сами их исполнять. Потому что получается тогда лицемерие, если я говорю правильные вещи, но их не исполняю. У нас очень много заблуждений людей, потому что, например, в одной и той же квартире могут и венчик каким-то висеть над дверями, и иконы тут же стоять. То есть настолько люди не знают своей веры. Ну, к сожалению, да, это одна из таких тягот, которая размывает границы нашей православной веры, и они становятся более смутными, более размытыми. Любое размывание границ веры, это уничтожение уже, начало уничтожения этой веры. Поэтому границы должны быть четкими. Дважды два, четыре. Не четыре с половиной, и не три с половиной, а четыре. А вот когда нам говорят в православии, что да нет, ну, Бог, он един, да вот толерантность, да вот все такое, но это же не так. Это уход от истины, это уход от конкретных границ. Вот в этих границах мы должны двигаться, за них мы переходить не должны. Поэтому если есть какие-то суеверия, это тоже уход от нашей веры, от тех границ, которые сам Господь нам выстроил. Эти границы мы же не придумали, мы их взяли из Евангелия, которому две тысячи лет, и который, собственно, и создал нашу веру православную, и вокруг нее создал государство православное, Русь святая, который живет, оно может называться империей Российской, оно может называться Советским Союзом, или Российской Федерацией, его как угодно можно внешне назвать. Внутреннее ядро это православная вера. Ее не будет все рассыпется. Ну что же, благодарю вас, отец Имене, что вы сегодня к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok